Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT! Сегодняшним инфоповодом является компания Xiaomi. Точнее, конкретный девайс, который ждут многие фанаты компании Xiaomi по нескольким причинам. Одна из важнейших причин это соотношение цены и качества. И да, это Xiaomi Redmi Note 5. Дело в том, что компания Xiaomi представили Redmi 5A. Представили Redmi 5, которые вообще не впечатляют и не интересны. И по этому поводу у меня возникает вопрос. Xiaomi, как ты вообще собираешься конкурировать и повышать свои продажи, если ты выпускаешь какое-то дерьмо в последнее время? Пора выпустить что-то годное и действительно интересный девайс. Так вот, Xiaomi Redmi Note 5, возможно, будет именно тем девайсом, который мы ждем. Что же в нем будет интересного? Давайте разберемся. И первое, что будет волновать нас, это дизайн и размер. Ну, прежде всего, дизайн, скорее всего, будет практически неизменный. То есть, может быть, кое-какие формы поправят, что-то улучшат. Может быть, что-то сделают в стиле из последнего Xiaomi Mi 6, что вполне себе возможно. Ну и, конечно, смартфон будет уже, возможно, немножечко тоньше. И про экран можно сказать то, что смартфон получит новый экран соотношением сторон 18-9, а не 16-9, как было ранее. Это последняя мода, тренд, тенденции. Причем, что не только производители смартфонов следуют этой тенденции. К примеру, Qualcomm недавно выпустила чип Snapdragon 636, который адаптирован именно под экраны 18-9, что весьма впечатляет. Молодцы. Что касается диагонали, то это будет 5,99 дюймов и разрешение Full HD+, как и в многих других смартфонах. Хотя, к примеру, бюджетники ставят HD+, более дорогие девайсы уже получают Full HD+, матрицы. Теперь самое интересное. Это процессор. Дело в том, что вы можете заметить, что компания Xiaomi со времен Redmi Note 3, который был подстроен на Helio X10 процессоре, и Redmi Note 4, который был на X20 процессоре, делает именно первые модели. То есть, к примеру, был Redmi Note 3 на Helio, Redmi Note 3 Pro на Snapdragon, Redmi Note 4 на Helio, Redmi Note 4 Global или Note 4X на Snapdragon. Будем надеяться, что в этом году они свой тренд поменяют и сразу же представят девайс на процессоре Qualcomm Snapdragon. Пусть он будет даже на 630 Qualcomm Snapdragon, но точно не на Helio X25 или X30, что было бы не очень круто на самом деле. А вот насчет предположения по Qualcomm, могу сказать, что в идеале было бы, чтобы это был Qualcomm Snapdragon 660, такой, как стоит в Mi Note, но я думаю, вряд ли они туда его запихнут, и было бы хорошо, чтобы это был 636, который на 40% мощнее, нежели 630. Но с учетом того, что в последнее время многие производители стали впихивать самые какие-то более простые процессоры в свои девайсы, и в том числе и Redmi 5 и Redmi Note 5A, наверное, будет 630. С вероятностью 90%. Модификации по памяти будет несколько, их возможно 3 или даже 4. Я не знаю, оставит ли модификацию 2.16, но 3.32, 4.64 будет однозначно, и возможно появится модификация на 4.128, как в Xiaomi Mi Max. Традиционно батарея будет 4000 мА, будем надеяться, что ее автономности будет хватать, и процессор не будет израсходовать батарею вот прям сильно-сильно. Ну и экран тоже будет достаточно экономичен в энергопотреблении, а иначе придется запихивать батарейку чуть побольше. Хотя я бы очень был бы рад, если бы в новом смартфоне от Xiaomi была батарейка, ну, к примеру, 4400. В Xiaomi Mi Max же они увеличили батарейку, в Redmi Note 5 тоже можно увеличить. Основная камера будет, скорее всего, 12 мегапикселей, потому что даже в флагманских девайсах, смартфонах не стремятся к повышению мегапикселей, а стремятся к повышению качества. Будем надеяться, что и у Xiaomi будет то же самое. Фронталка, скорее всего, будет 5 мегапикселей, но будем надеяться, что модуль там тоже новый будет и улучшенный, и селфи будут покруче. Ну и теперь предположение по цене. Я, конечно, хотел бы, чтобы новый Xiaomi Redmi Note 5 базовой модификации, если он будет 2.16, начинался с 125, даже со 130 долларов. 130 это вполне себе оптимальный вариант. 3.32 это был бы 150-160 долларов. И 4.64 200-210. Ну и для там прям супер фанатов 4.128 за 250 долларов. Но, как вы знаете, и было это в Xiaomi Redmi Note 4 4X, то что на старте продаж, даже если были заявлены такие там приятные цены, цены у перекупщиков были очень высокие. И поэтому смартфон, пользуясь спросом, будет в цене достаточно высок, ну на протяжении 4-5 месяцев после старта продаж. Кстати, когда же будут старт продаж? Ориентировочно ожидается, что смартфон представят в ноябре и до нового года начнется старт продаж и, соответственно, компания Xiaomi сможет реализовать определенное количество девайсов к новому году и Рождеству. Возможно, сработает правило, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому нужно его встречать с новым смартфончиком и чтобы он был помощнее, покруче и поинтереснее. Ну и, конечно же, по бюджету достаточно экономичный. Это тоже очень важный момент. Кстати, если вы ищете себе бюджетные девайсы, у меня на канале вышло несколько видео. Это такая, можно сказать, серия видео топ-5 или топ-10 смартфонов в определенной ценовой категории. У меня есть ценовая категория до 100 долларов, от 100 до 150, от 150 до 200, от 200 до 250 и от 250 до 300 долларов. Поэтому, если вы в этом ценовом сегменте ищите себе девайс, особенно советую вам посмотреть это видео. Вот такой вот Xiaomi Redmi Note 5 ожидается в ноябре. Лично я хотел бы, чтобы этот смартфон был на Snapdragon, чтобы у него были поменьше рамки. И, в принципе, я не против соотношения 18-9. Я к нему уже, можно сказать, привык. Ну и, конечно, чтобы цена не была сильно высокой. А все остальное, логично, компания Xiaomi должна подтянуть. С вами был я, Владимир Тишевский. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, смотреть другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео!